Василий Андреевич Друговский и был отплевательным его пророком. Когда поэт скончался, он был в главе, Василий Андреевич, и подсказывал наружу пророка. Я слушаю эту книгу, которая наружилась, и это приятно, что это такой замечательный человек. Который написал для нас Одиссею, который открыл западную поэзию, где в частности перевел Эрн Хернгер. И вот это самое последнее начало. Потом уже Играсов в «Современнике» продолжил эту эпопею. Мы получили переводы Вернца, Диккенса и многих других, вам неизвестных. И вот он, поэт Василий Андреевич Друговский. У него есть написано «Дощной сможет». Вот как лимит. Ну, я вам немножко приведу с уважением. Вот. Вернадцать. Продолжение следует... Двенадцать часов по ночам, Двенадцать часов по ночам. Двенадцать часов по ночам Выходит трубачий в могилу, И с каждым взамен вперед И громко-трубит отрюм. И в темных могилах трубах Могучий конец уводит. Седые гусары встают, Встают усочинки на сиры, И с теми разъемка летят С востока и с западом часа На легких воздушных конях Один за другим эскадроны. Двенадцать часов по ночам, Двенадцать часов по ночам, Двенадцать часов по ночам, Из гроба встает полковой улиц, На нем сверхмундира сенту, Он с маленькой, шляпой, шпагой, На старом коне моего Он медленно едет по фронту, И маршалы едут за ним, И едут за ним агентанты, И армия честь отдает, Становится в отгрединяю, И с музыкой мимо него Проходят полки за полками. Двенадцать часов по ночам, Двенадцать часов по ночам, Двенадцать часов по ночам, Он маршал всем созывает, И ближнему на фасаду, Он шепчет порой свой лозунг, И армии все отдают, Они тот порой тот лозунг, И Франция тот их порой, Тот лозунг святая Елена. Двенадцать часов по ночам, Подъемность из темного гроба, Так старым солдатом своим Является песарь вслухший, Двенадцать часов по ночам, Двенадцать часов по ночам, Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ